Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Рита Хейберл, американо-испанская киноактриса, танцовщица, одна из наиболее знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов, имя прирождения Маргарита Кармен Кансина. Родилась 17 октября в Бруклине, в Нью-Йорке, в семье известного исполнителя испанских танцев и пламенка, выходца из Севильи. С 12 лет начал выступать со своим отцом в клочных клубах и в шоу испанских танцев. Отец сексуально домогался ее в совсем юном возрасте. Мать Риты спала с ней в одной постели, чтобы прекратить это. Отец хотел, чтобы Хейберл стала профессиональной танцовщицей, а мать надеялась, что она станет актрисой. В 1927 году семья переехала в Голливуд. Эдуарда Кансина основал свою собственную танцевальную студию, где обучал таких звезд, как Джеймс Кегни и Джин Хэрлоу. В 1931 году Эдуарда и 12-летняя Маргарита Кансина создали дуэт танцующей Кансина и начали выступать. Отец Хейвард продолжал подвергать ее сексуальному насилию, называя ее своей женой и одевая ее в нарочито откровенную одежду. В 16 лет она сыграла в фильме «Круз Диабло», а затем в фильме «Калиенти» с мексиканской актрисой Доларес Дель Рио. Поначалу роли Риты были не слишком заметны. Глава студии «Columbia Pictures» Гарри Коны и промоутер Эдвард Джадсон посоветовал ей изменить псевдоним и внешний вид. По их настоянию она взяла девичью фамилию матери Хейвард, изменила цвет волос на рыжий. Благодаря этим припеременам она стала похожа на типичную американку, кто поспособствовал продвижению ее карьеры. Первой значительной работой ее стала роль в фильме Ховарда Хоупса «Только у ангелов есть крылья», где она снималась вместе с такими звездами, как Керри Грант и Джин Арт. 1939 год. 1942 год. Фильм-то никогда не была восхитительнее. Снимается в паре со знаменитым Фредом Астером. Кинозрители смогли увидеть актрису во всем ее блеске. Здесь Рите пригодилось танцевальное мастерство, которое она училась всю свою жизнь. Когда Астера спросили, кто его любимая партнерша по танцам, он попытался не отвечать на вопрос, но позже признался, что это была Хейвард. Хорошо, я назову ее имя, но если вы когда-нибудь попубликуете это, я поклянусь, что я солгал. Это Рита Хейвард сказала. Вершиной карьеры Хейвард стала любовная мелодрама «Гильда» Чарльза Уидера в 1946 год, сделавшая ее непререкаемой богиней голливудского Олимпа, эротическим идолом Америи. После выхода картины широко сообщалось, что атомная бомба, которая должна была быть испытана на Маршаловых островах, в Тихом океане будет иметь изображение Хейвард. Хотя этот жест являлся комплиментом, Хейвард была глубоко оскорблена. Орсен Уэл, который тогда был ее мужем, вспоминал. Рита разозлилась, когда узнала, что ее образ будет изображен на атомной бомбе. Она почти сошла с ума от ярости. Женское обаяние и красота сделали Риты Хейвард одной из самых популярных кинозвезд своего времени. Фильмы с ее участием имели огромный успех не только в США, но и в Европе. Была замужем пять раз ни с кем из мужей, она так не прожила более пяти лет. К примеру, третьим мужем Хейвард был сын султана Агахана, третьего принца Алихан, от которого у нее родилась вторая дочь, принцесса Ясмин Агаха. Был у нее актер и певец Дик Хеймс, которым она развилась через год после свадьбы. Последним мужем Риты был продюсер Джеймс Хилл. У нее был многолетний роман с актером Гленном Фордом. Хейвард забеременела от Форда во время съемок фильма «Кармен», поехала во Франции, чтобы сделать аборт. Позже Форд переехал и жил по соседству Хейвард Берли Хилл в 1660 году. Они были в отношениях в течение многих лет до начала в 1880 году. Получает премию «Наследие национального экрана» в 1777 году. Начавшиеся у нее в 70-х годах проблемы с памятью врачи первоначально связывали с пристрастием к алкоголю и не сразу смогли диагностировать болезнь Альцгеймера. Трудности с запоминанием ролей привели к постепенному спаду в карьере и, в конечном счете, к уходу из кино. В мае 1887 года Рита Хейвард скончала в своей квартире на Манхэттене. Включена в список 100 величайших звезд кино по версии Американского института киноискусства. Вот так вкратце о американо-испанской киноактрисе, танцовщице, звезде Голливуда 40-х Рита Хейвард. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok